Новости в эфире информационного канала Севастополя в студии Арсений Ковалевский. С 21 июля эвакуация и хранение транспортных средств на штрафплощадке Севастополя будут платными. Максимальные тарифы утвердили в правительстве. Действовать они будут до конца текущего года. Перемещение автомобилей на специализированные площадки поручили Автодору. Подробнее расскажет Анна Брачева. Поставив автомобиль на стоянку в неположенном месте, есть вероятность его там не найти. Транспортные средства эвакуируют. Напомним, ранее водители не несли материальной ответственности за перемещение и хранение машины на спецплощадке. Платили только штраф в ГАИ. Однако, согласно постановлению, принятому правительством Севастополя, городские власти утвердили соответствующие тарифы. Стоимость перевещения составляет 2000 рублей. Стоимость хранения в зависимости, как я уже говорил, от размера транспортного средства и его категории. То есть транспортное средство категории А в сутки стоит 300 рублей. Категории Б и Д массой до 3,5 тонн 800 рублей. Категории Д массой более 3,5 тонн. С и Е категории 1400. И негабаритный транспорт 2000 рублей в сутки. Хранение на специализированной стоянке. Увидев стоящий в неположенном месте автомобиль, любой гражданин может обратиться в дорожно-патрульную службу. И если специалисты зафиксируют нарушение и составят протокол, транспортное средство эвакуируют на специализированную площадку. Однако, некоторых севастопольских водителей такой факт не пугает. Автомобилисты утверждают, проблемы с парковкой вынуждают их нарушать правила дорожного движения. Если вот машины стоят вместе, друг с другом, машина не подъедет эвакуатора. Она будет забирать крайнюю машину. А мне надо срочно, а стоянка у нас не работает. Раньше была здесь стоянка, сейчас невозможно машину поставить. Вот если нужно, например, попасть вот в отдел, а мне очень срочно надо попасть. Это самый главный проблемный вопрос, потому что их вообще нет. Можно машину ближайшую здесь поставить, только в Арбухте. Дворы пустующие существуют всегда в старой части города. Их даже где-то как легкой платной парковкой возможно сделать. И тогда вот ребят не нужно ставить на грань выбора, нарушать, не нарушать. Люди же не стараются нарушать специально. А встать по исторической части, дабы пройти, ну машину же куда-то и нужно оставить, правда? Поэтому, ну зачем людей ставить на такой выбор, когда его можно немножко, ну упредить. Да еще и заработать на этом. Обдирать не нужно, а заработать нужно. Тарифы, установленные правительством Севастополя, будут действовать до 31 декабря 2016 года. В случае, если расходы предприятия на перемещение и хранение автотранспортных средств будут возрастать, то и стоимость эвакуации увеличится. Я думаю, что просто полиция неправильно работает. Ну и граждане тоже не соблюдают законы. Если уже повесили, значит так должно быть, ну имею в виду, чтобы транспорт этот общественный проезжал. А вы откуда? Мы с Москвы. Слушайте, но у вас там есть такая проблема? Еще как, да. У нас есть. У нас даже еще есть немножко хуже проблема, что вот эти знаки, лично я попадался, что я приехал, остановка была разрешена, я остановился, пошли мы в этот зоопарк, да. А когда вышли, у нас машину эвакуировали, потому что зачехлили старый знак, а снизу повесили вот точно такое. И у нас эвакуировали машину. Мы заплатили 5 тысяч плюс 3 тысячи штраф, и никому это не доказано. Не все на это реагируют, потому что вот недавно, дня 3-4 назад, полиция вместе с эвакуатором забирали машину. Водители должны относиться к этому хорошо, потому что забивают, хоть знак стоит, но все равно вот ставят. Вот пример. Руководство города в данном случае должно какие-то меры соответствующие принять, чтобы устранить данную проблему. То есть, в принципе, если проехать на горку, там достаточно места для того, чтобы запарковать в автомобиле, на масштабе флота, допустим, и не нарушать правила дорожного движения. Пройти там 300 метров от бухты или оттуда, как бы не так-то много. Я лично ставлю вообще очень далеко и хожу пешком или общественным транспортом. Для меня такой вот выход. Я не могу на бордюры заезжать. На сегодняшний день в городе работают два эвакуатора. В ближайшее время с этой целью государственное унитарное предприятие «Севастопольский автодор» планирует приобрести еще две специализированные машины. Анна Брачева, Михаил Волобуев, информационный канал «Севастополя». Для четырех троллейбусных маршрутов «Севастополя» планируют ввести официальную остановку возле магазина «Черноморочка». Об этом сообщили в «Севастополь-электротрансе». Речь идет о маршрутах номер 3, 7, 9 и 22. Ожидается, что остановку внесут в маршрутную сеть до 17 июля. Сегодня водителей, не уступающих дорогу карете экстренной медицинской помощи, штрафовали сотрудники госавтоинспекции. В городе провели акцию «Пропусти скорую». Ее цель – напомнить автовладельцам, что для автомобилей со специальными световыми и звуковыми сигналами нужно непременно освобождать полосу. Ведь в таких случаях речь идет о спасении человеческих жизней. С нарушителями правил дорожного движения боролся и Сергей Краснослободцев. Эта экстренной медицинской помощи движется по проспекту генерала Острякова. Скорость автомобиля высокая, ведь когда речь идет о спасении человеческих жизней, дорога каждая секунда. Водители нехотя освобождают дорогу автомобилю скорой помощи, а иногда просто блокируют проезд. Сотрудники ГАИ останавливают автолюбителя, который слишком долго мешкал, освобождая левую полосу. Скажите, а почему скорую не пропустили? Почему я не пропустила? Я показала поворот направо. Стояло топик, который не туда не встал. Первая же остановка и выясняется интересный факт. Севастопольские дороги в часы пик загружены под завязку. И автомобилю скорой помощи просто негде проехать. Организация транспортной доступности в городе Севастополь далека от идеала. И, конечно, это серьезные инфраструктурные проекты, которые реализованы во многих крупных городах России. Особенно там, где проводились какие-то крупные спортивные мероприятия, такие как Казань, Сочи. Там полностью была перестроена транспортная инфраструктура. Проблема Севастополя заключается в том, что, к сожалению, в часы пик нету пути объезда нормативных, нормальных путей объезда, для того, чтобы проехать по каким-то узким местам дороги. И иногда получается так, что водителю действительно некуда деться. Сотрудники ГАИ расчищают полосу быстро и профессионально. Автомобиль скорой помощи добирается до места вовремя и без проблем. Полицейские шутят, надо прикрепить к каждой скорой патруль ДПС. Шутки шутками, однако необходимо, чтобы севастопольские водители научились уступать дорогу автомобилям экстренной помощи. Мы проводим оперативное спортивное мероприятие направлено на водителей, которые не уступают транспортным средствам, в частности скорой помощи, с включенными, проявленными маячками и звуковым сигналом. Согласно административного кодекса, предусмотрен штраф от 500 рублей, либо лишение от месяца трех. Сотрудники ГАИ говорят, акция «Пропусти скорую» будет проводиться регулярно. А водителям они рекомендуют повторить правила дорожного движения, особенно раздел о пропуске автомобилей со специальными световыми и звуковыми сигналами. Сергей Краснослободцев, Деливер Меджитов, информационный канал «Севастополя». Севастополец Николай Соколов, который весной текущего года насмерть сбил двух подростков, признан виновным и получил четыре года колонии-поселения. Об этом сообщает пресс-служба Нахимовского районного суда. Напомним, ДТП произошло 15 марта на улице генерала Мельника. Парень и девушка переходили дорогу по пешеходному переходу и оказались под колесами рейнджеровера, за рулем которого сидел нетрезвый бизнесмен. От полученных травм подростки скончались на месте. 13 июля Николая Соколова признали виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортных средств». Помимо лишения свободы, ему также запретили управлять транспортным средством в течение трех лет. Жители дома номер 5 по улице Крестовского жалуются на нечеловеческие условия обитания. Говорят, дом начал гнить из-за высокой влажности в квартирах. В управляющей компании грешат на подземные воды и особенности местного рельефа. Но обещают, в 2017-м ремонтные работы дойдут и сюда. Здание попало в программу капитального ремонта. Подробности далее. С виду дом номер 5 по улице Крестовского ничем не отличается от других. Но если вглядеться, то на фасаде видны заплесневелые пятна, местами проступил мох. В подъезде ситуация не лучше. Штукатурка от влаги осыпается, повсюду царит стойкий запах сырости. В квартирах на первом этаже обвисли обои, а в стенах завелись слизни. Местные жители обращались в управляющую компанию и водоканал. Коммунальщики выявили утечку внешних сетей и провели ремонт. Однако проблемы не исчезли. В мае 2015 года впервые обратились с этим вопросом в ЖЭК. То, что начали очень сильно стыреть стены, только сделали ремонт на тот момент. Еще полгода не прошло. Все начало отваливаться и появились черные пятна, мокрые, вода везде. Вынуждены даже съехать с квартиры на съемную, потому что здесь невозможно жить. И это условия опасные даже для жизни. Дом очень старый. Это еще пленные военные немцы устроили. Он уже очень старый. И тут, наверное, жить уже нельзя. Дом построен в 1946 году. Электропроводка в здании не менялась годами из-за сырости, высока опасность поражения током. Причина повышенной влажности – большая изношенность водопровода и особенности рельефа Балаклавы. В этом районе много подземных рек, рассказал первый заместитель директора управляющей компании Балаклавского района Александр Калмогоров. Сейчас здание входит в программу капитального ремонта на 2017-й. С 1 июля с жителей взимаются сборы на восстановительные работы. Решение одно – первое – обследование, второе – либо понижение, либо осушение, либо гидроизоляция фундаментов и подвалов. Любая система капитального ремонта, дренажная или еще что-то – необходимо решение общего собрания собственников, разработка проектно-сметной документации и последующее – это финансирование выполнения этих работ за счет собственников. В Севастополе проблема ветхого жилья остро стоит не только в Балаклавском районе. Десятки домов по всему городу нуждаются в серьезном ремонте. Сложность заключается в целесообразности выделения средств на восстановительные работы. Строительство новых домов порой стоит дешевле капитального ремонта, но требует больше времени. Готовы ли собственники аварийного жилья ждать? Вопрос остается открытым. Анастасия Шульга, Александр Тимофеев, Виталий Коломеец, информационный канал Севастополя. Своё 90-летие отметил ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Берлина Виктор Исаев. Поздравить его пришли родные, близкие, а также представители городских властей. О том, как отметил свой юбилей Виктор Исаев и почему он – пример для подражания у подрастающего поколения, расскажет Святослав Данилов. «Ой, сегодня у меня юбилей. Сколько пришло друзей. Поэт. А вечером будут ещё родные лица. И как с ними не годится». Действительно, творческие способности у Виктора Исаева выражены ярко. Здесь, по словам жены, он предстаёт в качестве поэта, а ещё играет на аккордеоне. Этому искусству он обучился во время войны. На любой день рождения Виктора Исаева дом полон гостей. А уж тем более на 90-летний юбилей. Друзья шутят. 9-0 в пользу ветерана. «Позвольте от имени губернатора города, героя Севастополя, Минила Сергея Ивановича, вручить вам благодарственное письмо за всю ту вашу повседневную работу, которую вы ни на минуту не перестаёте. Вам как звонишь, с утра вы идёте в одну школу, после обеда в молодёжной организации, вечером выступаете на каком-то общем мероприятии. И так, круглый год». «Виктор Иванович, от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы вас поздравляем с замечательным вашим юбилеем, днём рождения. Хотим вручить вам его поздравительную открытку с наилучшими словами, долгих лет вам жизни, неусекаемого оптимизма, который вам присущ. И большое спасибо вам за всё, что вы делаете для города, особенно в работе подрастающего поколения, по патриотическому воспитанию. Днём рождения вас». Через многочисленные испытания пришлось пройти Виктору Исаеву в жизни. Когда началась война, ему было всего 15. Пять месяцев проучился на танкиста, а затем стал механиком-водителем. А первое боевое крещение для него состоялось в Белоруссии, под Бобруйском. Ветеран говорит, несколько раз смерть чудом обходила его стороной. Посчастливилось Виктору Исаеву и стать участником штурма Берлина. Воочию ветеран наблюдал за тем, как советские солдаты водоружают знамя над Рейхстагом. «Берест Алексей Прокопович, замполит, лейтенант. И он берёт 10 солдат и вперёд с ними. А там темно, всё разбито в этом Рейхстаге. Знаете, война же. Вот этот Берест из этих солдат, сам в корне был, смастерил, можно сказать, живую лестницу, забрались на второй этаж, уже был пожар на втором этаже, на третий перешёл. И нашли уже там на третий перешёл лаз. Он первым залез, забрался на крышу своим флагом и бронзовую коню к ноге привязали этот флаг». После войны Виктор Исаев продолжил служить родине, стал ракетчиком береговой артиллерии. В прошлом году Виктора Исаева пригласили на парад победы в Москву. А секрет своего долголетия и жизненного оптимизма он объясняет просто. «Не курил никогда. За всю жизнь выпил максимум два ведра алкоголя за 90 лет. Вот если так вы будете жить, два ведра, если выпить, так и живёте. Больше быть здоровым, без дури и безбедно. То есть будешь здоровым. То есть наоборот, будешь жить без дури, будешь здоровый, а будешь здоровый, будешь безбедный». «Удивительный, пунктуальный, очень такой въедливый. Всё нужно ему так от и до знать и делать и всё это». В свои 90 Виктор Исаев продолжает заниматься общественной работой, патриотическим воспитанием молодых севастопольцев и делиться с ними своим огромным жизненным опытом. Святослав Данилов, Александр Листопад, информационный канал Севастополя. Скульптуру маленького Ленина 12 июля случайно сбросили с постамента. Причина – дорожно-транспортное происшествие. Водитель, проезжавший мимо грузовой машины, не вписался в поворот и по неосторожности зацепил памятник. Спустя несколько часов скульптуру вернули на привычное место. Внешний облик города-героя во многом зависит именно от памятников, уверяют севастопольцы. Каких скульптур городу не хватает и чем, по мнению жителей, можно украсить улицы и скверы, расскажет Анастасия Синица. Он пал под натиском грузовика, но в считанные часы был возвращен к жизни и поставлен на привычное место. Маленький Володя Ульянов, небольшая скульптура, покрытая серебристой краской, сегодня снова украшает центральную аллею Комсомольского парка. Инцидент, который случился с памятником 12 июля, по счету уже не первый. Но если в 2011-м его умышленно облили красной краской, то теперь он случайно попал под колеса неосторожного водителя. В этот раз ситуация разрешилась довольно скоро, но севастопольцы все еще негодуют. Многие помнят скульптуру с детства и не хотят, чтобы по какой-то причине она исчезла с постамента. Помню его еще совсем маленькой девочкой. Приходили, даже не знала, кому он, спрашивала. Говорят, что это памятник Ленину, но мне кажется, это больше как ребенку, символ такой детский. Для маленьких детей я считаю, что это неплохо, что это вождь нашей бывшей истории. Он был маленький, вот этот парк создан, и вот он здесь поставлен. Вы знаете, это история. Вот вы его берете, что туда поставить? Нет, нет. Это история. Лучше ничего не придумаешь здесь. Пусть стоит. Севастополь – город Флотский. Кораблям здесь особый почет. Этот парусник по бухтам не прогуливается. Его задача другая. В темное время суток он сияет желтыми и фиолетовыми огоньками и служит источником освещения и вдохновения. К Новому году арт-объект установили на площади Нахимова. Позднее переместили к дворцу детского и юношеского творчества. Вечером светится, красиво, темно. Переливается огнями. Красиво. Строение морское. Когда висит корабль, хочется сесть и улететь в дальние дали. Прекрасный кораблик и замечательно. Есть у севастопольцев еще одна любимая скульптура – дерево любви. Оно соседствует с драконьим мостиком, который соединяет Приморский бульвар с набережной. Кованые листья, крепкий ствол и объемная крона в виде сердца. Железные ветви, чтобы повесить замочек или другое украшение. Если бы я выходила замуж, я бы обязательно сюда приехала и тоже повесила бы свой замочек. Любая символика для свадьбы важна. Я веду свадьбы, поэтому считаю, что это очень важно. Я не против таких памятников. Мне это очень импонирует. Через какое-то время можно еще раз прийти повесить с тем же человеком, тот же магнитик. В Севастополе свыше двух тысяч памятников. Большинство из них так или иначе связано с историческими и военными событиями. А вот романтичных скульптур белокаменному как раз-таки не хватает, уверяют горожане. В парках и скверах люди хотят видеть изящные статуи или морскую символику. Алые паруса – это мечта каждой девушки. Ну, как бы сейчас, конечно, об этом мало говорят, да, но каждый аж внутри мечтает, чтобы принц появился. Вот алые паруса в Севастополе, там, назвать как-то символически. Я бы пошла в большущий замок. Знаете, у замки вешают на счастье, где написано там имена, какие пишут. Памятники к дельфину я бы поставила в дельфинарии, около дельфинарии при входе. Очень красиво бы смотрелся. Наверное, какие-то природные. Вот именно природные. То есть какое-то, например, там, дерево жизни, вокруг него какие-нибудь там красивые звери. Ну, что-нибудь такое, более романтичное, более фантастическое. Древние, современные, классические и оригинальные памятники хранят историю города, украшают его, создают имидж и стиль. Но важнее, по мнению жителей, не количество монументов и скульптур, а ухоженный внешний вид. Ведь город, как и человека, встречают по одежке. Анастасия Синица, Виталий Коломеец, информационный канал Севастополя. Завершилась традиционная летняя парусная регата на призы серебряного призера Олимпийских игр в Афинах, заслуженного мастера спорта Светланы Матевушевой. Соревнования проходили в течение четырех дней на внутреннем и внешнем рейдах бухты Круглая в Омеге. В самом престижном и многочисленном классе яхт «Оптимист» победил 11-летний Михаил Дородных. Воспитанник яхт клуба «Аврора» шесть раз пересекал финишный створ первым как среди старших, так и среди младших юношей. Всего же было проведено 12 гонок. Две золотые медали завоевала и Влада Подыряка. Она также была первой среди девушек в младшей и старшей возрастных категориях. В классе «Кадеты» первое место у Евгения Колтунова и Константина Шевцова. Они победили во всех 12 гонках. Медали и призы лучшим яхтсменам вручила сама Светлана Матевушева и президент Федерации парусного спорта Валерий Зубков. И о погоде на завтра. По информации Гидромедцентра, 14 июля в Севастополе ясно без осадков. Ветер в первой половине дня западный до 4 метров в секунду. Во второй – южный, также до 4. Температура воздуха ночью 22 градуса тепла, днем до 29. А у меня на этом все. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok